В бурсуде Благовещенск началась служебная проверка. Ее причиной стал выложенный в интернет ролик. На кадрах, которые всколыхнули сетевое сообщество, судья Евгений Махно спит прямо во время слушаний. А проснувшись, он выносит обвинительный приговор. Пять лет тюрьмы. Автор записи, местный блогер и по совместительству адвоката сужденного, он рассчитывает на увольнение Махно. А вот представители суда уже поспешили заявить, что ролик, скорее всего, поддельный. Насколько закончен увиденный во сне приговор, разбирался Даниил Горчков. Я шокирован был, когда получил это видео от своего подзащитного. Теперь эти видеокадры, сделанные в суде Благовещенской еще летом прошлого года, шокируют пользователей интернета. Процесс, на котором решается судьба человека, идет, а судья в буквальном смысле слова клюет носом. Известный в Преамуре правозащитник Владислав Никитенко долго не решался разместить это видео в открытом доступе. По закону снимать судебный процесс без разрешения запрещено. Но как такое разрешение можно получить, если судья спит глубоким сном? Эти кадры на видеохостинге YouTube широко прославили заместителя городского суда Благовещенской Евгения Махно. Ему еще нет и 30, но он уже успел поработать председателем суда северного города Тынды. Как уверяет правозащитник Никитенко, сон на процессе – не случайная слабость. Вот, во время другого заседания тот же судья, пока прокурор и адвокат обсуждают детали уголовного дела, увлеченно занят своим телефоном. Коллеги Евгения Махно такое поведение сперва объяснили невероятной загруженностью судей. Потом и вовсе объявили ролики в интернете, фальсификации, но провести проверку все-таки пришлось. Существует приказ, согласно которому проводится соответствующая служебная проверка. Это официально. От себя могу добавить, что, на мой взгляд, учитывая различные обстоятельства появления данной записи, анонимность, пиар, технические моменты, с большой долей вероятности можно говорить о фальсификации и провокации. Автор скандального ролика готов доказать подлинность записи. Телефон, при помощи которого сделано видео, хранится в надежном месте. И правозащитник в любой момент готов предоставить его для проведения технической экспертизы. И перед экспертом ставится вопрос, когда это было снято, вносились ли в данное видео, на данном носителе какие-то либо изменения или нет. Все. Случаи, когда судьи занимаются во время процесса посторонними делами, характерны не только для России. Это кадры процесса над норвежским террористом Андерсом Брейвиком. Камера случайно выхватывает, как один из судей, вместо того, чтобы слушать показания свидетеля, раскладывает на служебном ноутбуке пассианс. А в Австралии адвокатам удалось отменить приговор банде наркоторговцев, когда они доказали, что судья Иэн Дот, подобно своему благовещенскому коллеге, спал на процессе. В России скандалы с нарушениями судейской этики случаются довольно регулярно. Два года назад в Бурятии квалификационная коллегия прекратила полномочия вот этой молодой судьи Ирины Ливандовской. Поводом послужили несколько сомнительных фотографий, которые она разместила на своей страничке в одной из социальных сетей. Адвокат Никитенко, который прославил сонного судью из Благовещенска, не скрывает. Действовал в первую очередь в интересах своего подзащитного. Так он надеется добиться отмены приговора. С другой стороны, Владислав Никитенко уверяет, этот скандал в интересах всей судебной системы. То есть я полагаю, что вообще вот это видео и этот замечательный, да, то есть уже почти 100 тысяч просмотров в Ютубе, я думаю, что это позволит в дальнейшем, да, ввести то, что просят все давно и защитники, и адвокаты, и подсудимые. То есть прямую трансляцию судебного процесса. В России уже есть опыт организации трансляции наиболее резонансных судебных процессов. В декабре прошлого года Пленум Верховного Суда России принял даже постановление об открытости и гласности судопроизводства. Правда, в этом документе есть оговорка, что без всякого согласования можно вести только текстовые трансляции судебных заседаний. А для видеосъемки по-прежнему требуется разрешение судьи. Ведь даже в оплоте демократии Америки в судах до сих пор разрешено только рисовать участников процесса. Данил Горчаков, Борис Андрианов, 5 канал.